тем огромное количество. Просто у меня сейчас жуть была. Просто гаганское количество олимпиад сейчас идет. Вообще не представляю, как ребята учатся. Они с утра до вечера сидят. И это самое. Ну, просто очень много, конечно. Вообще, конечно, школьник сейчас, по-моему, загруженнее, чем какой-нибудь туп-менеджер. Я не уверен, что мне нравится подход к образованию современной. Ну, можно, конечно, этот счет поспорить, но видно, что многие из них, по крайней мере, конечно, пашут с утра до вечера. Нет, так я же не спорю, что они пашут. Я просто не уверен, что это наиболее оптимальное использование их сил и времени. Как человек, который учился на домашнем образовании, учился довольно расслабленно и совершенно спокойно. Закончил после этого университет. Хороший университет. С математикой проблема, да? Это единственная с чем проблема. Но это связано не с тем, что я не в школу ходил. Это связано с тем, что вот в пуле людей, которые меня окружали, когда я получал это домашнее образование, но не было сильной математики. Ну, вообще, математику практически невозможно выучить исключительно самому. Это, пожалуй, единственная наука, которую вот самому исключительно, да, вот без всякого, значит, внешнего какого-то кураторства практически невозможно. Домашнее образование не предполагает отсутствие... Нет, я понимаю, я понимаю. Я просто говорю о том, что все равно для математики, наверное, вот... Мне скорее не нравится подход такой почти военный к образованию, да, где у тебя Олимпиада, где у тебя ЕГЭ, где у тебя постоянные экзамены, и ты вместо того, чтобы развиваться как личность, развиваешься как человек, способный ставить крестики в нужных местах. Ну, нет. Олимпиады и ЕГЭ, они не сходятся к способности ставить крестики в нужных местах, там, сложные творческие задания. В ЕГЭ? Нет. Нет, ну, в ЕГЭ... Нет, что в ЕГЭ? Ну, Олимпиады разные. Я согласен, что Олимпиады разные, а Олимпиадники это отдельные... ЕГЭ тоже, на самом деле, лучше стало. Ну... Получше. Ну, я когда писал, оно было хуже. Может быть, оно и сейчас не идеальное. Ну, я просто не являюсь экспертом, я не забыл... Да, может, оно и сейчас не идеальное, ну, оно и сейчас действительно не идеальное, Ну, я считаю, что этот подход, он плохой, он деструктивный для развития личности. Возможно, он позитивно влияет на развитие каких-то профессиональных, очень узких качеств, но для развития личности он... Нет, ну, ЕГЭ можно спорить по поводу того, насколько оно хорошо само по себе, но, конечно, по сравнению с тем, что было до ЕГЭ, когда фактически все поступление в ВУЗы сводилось к коррупции... Есть причина, почему так. Ты путаешь причину и следствие, мне кажется. Ну, имеется в виду, что все ВУЗы государственные, да, что... Я тоже с этим, в общем, отчасти могу согласиться. Меня вот Давид Тивзадзе постоянно ругает за то, что я со всеми соглашаюсь. Изи есть. Да, а я ему сказал, что нет, в этот раз я точно не буду, значит, соглашаться, но Давид Тивзадзе никогда не доверяй кубаноиду, значит, он тебя всегда обманет. Вот, я с чем соглашусь? Действительно, если мы посмотрим самые лучшие ВУЗы в мире, это ВУЗы частные не в том смысле, что они принадлежат корпорации, а в том смысле, что они не управляются государством напрямую. Да. И в Англии, и в США, и в Англии далеко не идеальные системы школьного образования. Но ВУЗы лучшие в мире. Да. Просто на практике... Потому что они по-разному работают, потому что они по-разному устроены, потому что там, где в школах учебный план составляет по факту государство и министерство образования и спускает его сверху вниз, университеты в значительной степени автономны, и свой учебный план составляют сами. По крайней мере, те университеты, которые мы вспоминаем, когда говорим о том, что в США и в Великобритании университеты крутые. И к школам, кстати, тоже относятся. Это правда. Просто мы об этом лекция конкретно есть, и об этом могу подробно сказать. В России и в Сан-Тивилле тоже, ведь самые крутые школы, это те, где максимальный индивидуальный подход к ученикам. А здесь дело не только в индивидуальном подходе. Это не должно быть... Конкуренция, да. Да, это должна быть конкуренция, и конкуренция учебных планов. Между лучшими школами в России... Ну, вот в Москве, по крайней мере, дикая конкуренция сейчас. И поэтому, ну, я вижу, что они ее реально хорошо учат. В России нету, смотри. Частных школ в России среди самых крутых нету. Это правда. Не просто частных, так среди государственных нету школ, которые могли бы конкурировать с лучшими западными школами. Это спорный вопрос, потому что, посмотри, например... В России нет аналога Итона, понимаешь? Итона нету, зато в Итоне, значит, давненько не было уже победителей всемирных олимпиад. Зато в Итоне хозяева мира. Да, зато в Итоне как бы приходят хозяева мира и выходят хозяева мира. Нет, это не так. А тут приходит обычный сын инженера и становится победителем северной олимпиадой информатики. Нет, это не так. В Итон, конечно, приходит значительное количество хозяев мира, но когда туда попадает человек извне, они туда попадают... Он знакомится с хозяевами мира и становится их обслугой. Нет, 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 это не так. Я сейчас боюсь неправду сказать. Сейчас я посмотрю, кто у нас там Итон закончил из современных английских политиков. И там был какой-то неожиданный довольно персонаж. Нет, но я как бы, конечно, гипербализирую, да. Он посмотрел, это интересно. Да. Нет, ну я согласен. Ты ривилизуешь. Во-первых, помимо Итона существует огромное количество подобных школ и в Соединенных Штатах тоже. То есть какой-нибудь там... Нет, смотри, я совершенно не спорю. Смотри, с чем я не спорю, да. В Америке, вот Татьяна Толстая рассказывала, она же преподавала там в таком не самом крутом колледже в Америке. Она говорит, что если приходит хороший школьник, он либо из частной школы, либо из католической. Почему? Потому что в конечном счете государственные школы там пытаются, значит, стричь под одну гребенку, чтобы все были одинаковые. Да, и, естественно, это, ну, мягко говоря, не способствует, значит, развитию. Безусловно, то, что конкуренция, необходимые, значит, условия для развития, да, значит, дальше уже можно спорить о том, какая конкуренция, значит, может ли она быть ограничена, неограничена и так дальше. Значит, с этим я совершенно не собираюсь спорить. И действительно мы видим, что американские, английские вузы, базируясь не на самой лучшей в мире системе школьного образования, ну, японской лучше. Ой, не-не-не, слушай, в Японии очень плохие школы, я не согласен. Хорошие школы... Ну, серьезно, я просто сталкивался. Ну, хорошие школы, но в Великобритании хорошие школы, неплохие. Государственные? Зависит. Ну, хорошо, кроме grammar schools. Хорошо, если уберем grammar schools, ну, обычная государственная школа в Великобритании, ну, там постоянно... В Нидерландах хорошая школа. С этим согласен, да. А вот вузы нидерландские не самые лучшие. Лейден, да, при том, что это хороший вуз, естественно, один из там... Нет, моя критика, просто я знаю, как школьное образование в Японии устроено, оно плохо устроено, плохой пример. Ну, может быть, да, там слишком много такой дисциплинарщины, да, такой воючной. Слушай, каждый японец учит английский язык в школе 10 лет. И ни один японец не знает английский язык. Это катастрофа. Знаешь, это катастрофа. Это катастрофа. У меня мама учитель английского языка. И вот приходят родители, значит, родительское собрание. Вот, и она у них там спрашивает, значит, ну вот, а вы сами, вот, ну, вы же учили в школе 10 лет, да? Вот, ну вот вы знаете, вот там, ну, какой-то мне задают вопрос, там, значит, какое школьное правило. И еще, значит, внезапно оказывается, что все учили в школе немецкий. Нет, ну, в Советском Союзе, да. Нет, ну, естественно, и врут все, потому что никто ничего не помнит из-за школьного образования. И все 30 человек врут, что они учили в школе немецкий язык. Никто ничего не помнит, чему их там еще не помнит. Ну, это приговор школьному образованию. Да, поэтому учите английский, пожалуйста, да. И в школе вы его не выучите. Ну, в школе, может быть, тоже. В любом случае вы все равно ходите в школу на английский язык. Хотя бы не тратьте время там, просиживая в игре, не знаю, в какой-нибудь телефоне. Вот, значит, да, вот такие дела. Ну, правда, без английского я не понимаю, как... А, ну, собственно, вот, Джорджио закончил Итан. Да, ты знаешь, какие были воспоминания об Итане? Да какие бы ни были. Сделали человека. Да, сделали человека. Он после этого стал полицейским, потом был нищим, а потом написал книжку, а после написания книжки, да, он сразу умер. Погоди, он же был журналистом, он неплохо зарабатывал журналистом. А, значит, нет, ну, у него, в общем, там интересная биография, но от Итана у него не было никаких положительных впечатлений. Потому что там всех новоприбывших сразу начинали бить. Ну, там другое время было, я понимаю. Я к тому, что результат... В русской гимназии, кстати говоря, как-то школьники опасались другого бить. Там были несколько другие понятия. Ну, погоди, там просто на дверь визуально. Как мы знаем. Почему мы об этом не... А, в общем, ты вульгаризировал. Нет, ну, я, конечно, не согласен. Успешные школы, абсолютно. Конкуренция. Только через конкуренцию. Вот с чем я не согласен с фотоадмином? Он сказал, что индивидуальный подход. Индивидуальный подход, это не значит, что нужно с каждым учеником работать. Ну, да, хорошо. Это значит, что разные школы подходят разным людям, и нужно помогать школам появляться, и они будут конкурировать за разных учеников. Нет, то, что конкуренция является живительной влагой, на котором всё растёт. Но я про это, собственно, сказал, когда я начал говорить про американские вузы. Почему в Америке система среднего образования не впечатляет, скажем так, а система высшего образования потрясающая? Все мозги в меру, значит, они текут в Америку в конечном счёте. Ну, собственно, потому что конкуренция, потому что конкуренция. И у меня есть лекция, которая называется «Как государственное стандартное образование решает будущее ваших детей», где я подробно рассказывал об этом. И опять же, государственные школы в Москве, они государственные, но между ними жёсткая конкуренция за хороших учеников. Конкуренция там недостаточно. Слушай, там есть конкуренция за учеников, но нет конкуренции учебных планов. Это гораздо очень серьезнее. Ну, отчасти есть всё-таки. Очень незначительно. Ну, серьёзно. Ну, так или иначе, ты будешь ребёнка готовить к ЕГЭ, так или иначе, есть обязательные предметы, которые должны преподавать одним образам, а не другим. Так или иначе, у нас есть утверждённые учебники, которыми ты имеешь право пользоваться, и ты не имеешь право пользоваться другими, только как дополнительной литературой. Это всё оставляет ужасно. Ну, здесь я уже не до конца готов согласиться. Ну, ладно, но это мы уже уйдём слишком далеко в нашем споре. Ну, в общем, не менее. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m.